Талмуд В трактате Роша Шана На странице 16 Задает очень интересный вопрос Сам Талмуд поражается своему вопросу Талмуд говорит Почему Трубят В шафар Шель-Ай Барашка Барашка Приводит Талмуд такую вещь Амара Кадошбраху сказал Всевышний Трубите передо мной Бешофар Шеля-Ай С этим баранним рогом Чтобы я вспомнил жертвоприношение Ицхака И засчитаю я вам Как будто бы вы принесли себя в жертву Передо мной Задает Талмуд Еще один вопрос Почему Трубят В Роша Шана Говорит таки Талмуд Почему трубят Всевышний сказал трубить В чем вопрос Если Всевышний постановил заповедь Трубить Мы трубим Не задаем вопроса Почему Всевышний посчитал нужным Мы выполняем Задает геморра Другой вопрос Нет Почему Сначала Говорит Талмуд Для того чтобы Ввести в заблуждение Сбить с толку Сатана Кто такой Сатан Сатан это обвинитель на суде То есть тот кто приносит Всевышнему Все наши грехи Прегрешения Нежелание Соблюдать заповеди Торы Нежелание Служить Всевышнему Тот кто Является Прокурором На нашем суде Тот кто собственно говоря Говорит Что мы В чем то провинились Так его Оказывается Сбивает с толку Вот это вот Наше повторение Трубления Шофар В чем же здесь Идея Почему это сбивает с толку Здесь есть Очень интересное Объяснение Раши Есть объяснение Тосфот Которое на мой взгляд Совершенно непонятно Оно очень тайное Очень сложное Но Оно есть Объяснение Тосфот Такое Оказывается Шофар Будет трубить В день Когда Сатан Будет полностью Отменен Когда его Уничтожит Всевышний Эта обвинительная сила Больше не будет В ней необходимости И она будет уничтожена У нее нет Никакой самостоятельности Не нужно ошибаться Сатан Не самостоятельная сила Он обвинитель В руках Всевышнего Делает то Что нужно Чтобы Всевышний То что Всевышний Считает нужным Чтобы он сделал Но Будет время Когда Его не будет И вот Это время Придется С отрублением В шофар В великий шофар В огромный шофар Вот когда второй раз Трубят Говорит Талмуд Юрушам Тосфуд Приводит это мнение Он думает Что все Пришло время Когда его полностью Отменят Когда он полностью Не будет существовать И поэтому Он не может уже Никого обвинять Так говорит Тосфуд Сложно понять Он же знает Что так ведет себя Еврейский народ Каждую Рошашону Почему Собственно говоря Это Как это работает Тайные вещи Нужно в них Глубоко разбираться В рамках нашего Короткого поста Это Не Реально А вот Раши говорит Объяснение Которое Гораздо проще Можно понять Раши говорит Из-за того Что он Мы видим Что он видит Что евреи Выполняют заповеди С любовью Все его обвинения Они замолкают У него нет Возможности Обвинять Почему Потому что евреи Протрубили еще раз А почему По некоторым мнениям Почему трубится Второй раз Потому что Есть разные нюансы Трубить С прерыванием На дыхание Без прерывания На дыхание Таким образом И каждый раз Все вот эти трубачи Они всегда Все варианты используют В момент трубления Они все варианты Всех сомнений И вот эта вот Любовь Выполнить заповедь Творца С любовью Со всеми деталями Соблюсти любые детали Когда Видно Что для еврейского народа Воля Творца До такой степени важна Все нюансы До такой степени важны Никакие обвинители Не могут Ничего против нас То есть Если мы будем Выполнять Каждую деталь Закона С любовью С желанием С трепетом Выполнить Воле Всевышнего В деталях Это самый лучший Рецепт Против всех Наших обвинителей Спасибо Спасибо